здравствуйте уважаемые друзья продолжаем наши тренировки в этом уроке его можно также назвать небольшой демонстрацией различных вариантов ухода от атаки и нанесение контратакующих ударов я покажу это но в среднем темпе для того чтобы вы смогли как следует проследить за всеми моими движениями кое-что себе взять на вооружение в общем то мы с вами уже отработали некоторые приемы предыдущих видеороликов в этом просто я покажу их все может быть какие-то новые в среднем темпе так поехали буду периодически рассказывать что я делаю первый вариант мы уходим с линии атаки еще раз другую сторону я ухожу с линии атаки наше удар либо лицо либо солнечное спутение я ухожу лицо солнечное спутение просто отбрасываю руки отбрасываю руки разворотник станции готов к следующим действиям захожу за спиной и не просто захожу а могу совершить какие-либо действия например дышающие неудобно видите здесь поэтому не могу полноценно показать как производство удушающие что-то вроде того нет у меня подходящего соперника здесь спамят партнера что показать как полноценно это работает ну давайте попробую покажу на бутылке бутылка как голова вот так обвиваем вокруг нее руку и давим на бутылок примерно вот что-то в этом роде и как бы немножко сдавливаем чтобы голову не захватили стараемся прижать ей же стараемся надавливать на руку которые положили на затылок таким образом создается дополнительное давление так производится удушающий прием следующий вариант я ухожу захожу за и напротив и напротив здесь я могу работать все что угодно точки печени сзади открытые зоны также я могу работать и таким образом я подбрасываю руку противника и на уношу удар в лицо с другой стороны в принципе могу поскорить точно так могу платить на руку противника ее перехватить то есть происходит следующим образом я ухожу в сторону вот я захватил здесь надо выбить локоть ну есть такой вариант можно тоже отработать парень с друзьями я ухожу если удар происходит такой ленивый если удар быстрый то поймать руку на таком быстром движении будет очень сложно сложно поймать руку на таком быстром движении если удар ленивый скажем там вы имеете тело с кем-то пьяным быдлом кто имеет привычку тянуться за своим ударом то вы можете использовать любые приемы перехватить руку будет значительно проще пьяного быдла ударами не особо отличается скорость есть может быть если он технически подготовлен может быть вам не удастся но вы должны быть готовы просто отрабатывать в любом случае должны отрабатывать уходы от атак вы должны отрабатывать блокировку руки противника как бы быстро он не бил то есть вы должны все это уметь отрабатывать доводить до автоматизма тренироваться любят только тренироваться если вы думаете что посмотрев один урок мой или чей то еще вы таким образом научитесь драться вдруг из того не силу завтра завтра на улице сможете дать отпор любому хулигану для вас поспешу разочаровать такого не будет должны ежедневно тренироваться ходить какие-нибудь секции посещать где-нибудь секции типа каратэ стамба и боксинг еще что-нибудь там тоже карфмагады господи очень много различных секций есть дзюдо ну хотя дзюдо я бы сказал на улице вам вряд ли поможет в спорте да на улице дзюдо ребят не всегда сработает если вы не совмещаете дзюдо с ударной техникой то на улице скорее всего вас побьют будьте к этому наоборот так вот мы уходим перехватываем лок противника тут можно выбить лок или же идти в какой-нибудь такой браслочек опять-таки тут можно видеть что происходит если вы это делаете то вы должны уходить разворачиваться так уводить свое тело и голову прятать за плечо примерно так пошел потом раз лоткем область говорит все прошли забрали перевели наземное добили или к примеру сгиб удары руки на руку то есть всю эту сторону то есть как мы действуем толкнули тут же ударили да или же двойной удар толкнули также двойной удар то есть вот как рука упала то есть удар молот удар молот удар молот и цуки в карате и любой другой удар может отходить то есть можно даже вот девушки могут бить пятерней просто в глаза как я говорил какой-нибудь палец находит путь в глаза да противник лишится зрения но у вас это не должно заботить потому что он покусился на святое на вас может быть даже на вашу жизнь так что вы должны драться до конца ребят помните всегда об этом он пошел пошла так в глаза влетать в глаза можно а это было быстро пошла змеи опять быстро ну посредники вот влетаем в глаза можем улететь ударом змеи но это отдельно нужно отрабатывать стиль змеи так называемый вот вот рука напоминает форму головы гадюки снизу она жалит так жалит так жалит так жалит если это на наработать такое стоит перед зеркалом наоборот я не знаю нравится вам такой форма форма кулака форма кулака который изображает голову змеи ну подрабатывайте такой удар если вам не нравится мне нравится удар тигра ну подрабатывайте эти удары очень хорошо раньше использовались его в уши они собственно из уши пришли к нам ну к тем кто изучает восточное единоборство собственно удар тигра удар кошки удар тигра пантеры вот например пошел удар да кто уменьшает сделать никто пошел удар кто уменьшает ужалить змеей никто причем за змеей можно ужалить так 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 примерно так вот то есть можно зажжать в грудь но главное вот это вот так сказать так называется его забыл в общем надо тренировать пальцами чтобы при таком ударе в змеи вы не сломали себе пальцы соответственно с чем готовить такой удар вы должны уметь отжиматься на пальцах тренировать пальцами чтобы я вот решил сегодняшний урок сделать общим общепознавательным в том числе рассказать о некоторых ударах из восточных единоборств в том числе в уши потому что этот год примерно занимался в уши знаю некоторые приемы но я не стану показывать никаких стойк потому что я считаю что эти стойки они хороши для традиционного уши спортивного ну в частности традиционный чтобы показывать красивые плавные все движения вот это вот что толкание там березы там березы толкание деревьев все да все это очень интересно но на улице ничего из этого никогда вам не не пригодится и не поможет поэтому вы должны сочетать ударную технику ну может быть с бросковой и технику болевых приемных различных удалось уложить противника необходимости добить под захват если вас бьют по корпусу что нужно и что необходимо делать но у моего напарника нет урок поэтому я показать не могу будут примерно те же действия работают если против ну если вас бьют рукой по корпусу под под голову вы можете перехватить руку никто не мешает вам полуакировать вот вот есть такой док очень интересный после этого на руку прикидываем забираем вот вот забираем тут любые удары вот вот тут может идти лилова может идти тут самое главное нести удар вот просто сходу не замахиваясь никак вот так не надо ничего вот сходу вот 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 эту часть можно подчинуть ударить так что башку не оторвало можно ударить так что сломаешь шею можно похоже это пальцем берем ямку давление осуществлять и сразу упадет потому что никто не может выдержать вот такое давление внезапное причем так ну и все он упал кстати я говорю защитили вот перехватили вот она рука протянется рукой руки готовы прежде чем нанесет удар вы должны сразу бить чтобы вот этого не произошло вы должны сразу после захвата какого-либо вы должны сразу бить сразу переходить на ударную технику и бить что-нибудь сделал перебросил бросок и прочее еще раз вот забыл вот естественно если не бьют вот так попробуйте перехватить не перехватить естественно при столкновении с боксерами вам будет тяжело поэтому лучше всего просто уходить с линии атаки наносить какие-либо удары если человек не владеет технике технически ниже вас уровнем то вы можете применить какую-либо свою наработанную технику и выйти победителем в атаку вот ушел в эту сторону и необходимо после каждого удара тут же походить в атаку или же уходить с линии атаки что значит войти в атаку я подошел к нему максимально близко ударил к колену вот я хорошо у него атаку дальше атаки уже не последует потому что я инициативу перенимаю я в выгодном положении а он не если не положил разбились но он меня взял за плечо а удар по корпусу то же самое я блокирую вот таким вдохом например пошел удар ножом я блокирую вдохом разрываю дистанцию держу как я говорил максимальную дистанцию от противника если он вооружен ножом и может быть где-то я провоцировал удар с усилием чтобы эту руку перехватить и забрать оружие то давай пей давай там бьет пусть тих 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 это было быстро что шкаф не сверли дома работать достаточно тяжело на большой скорости можно свернуть шкаф у меня ну примерно ушел удар народ я ушел да хоп один раз ушел хоп второй раз ушел да третий удар народ пошел среди стороны ну вот так вот забираю ну я попрямую бокал ну что будем еще все мы это проходили смотрите внимательно отрабатывайте все это действительно работает если это правильно применять то все это рабочая техника я это придумал меня это не учили так что ну примерно да вот он бьет я могу конечно заблокировать да я могу заблокировать еще до того как он на место мне удар то есть я сразу вылетаю таким вот образом ну что я защитился то чтобы он не ударил мне рук я убираю голову заходи за плечом там ну что забавно так и сом тихо тихо вот вот и то же самое вот совершенно неважно как вас бьют немножко небольшой небольшая поправка важно как вас бьют если вас бьют ножом естественно вы должны быть более сосредоточены если поклонно тоже но удар менее болезненный естественно сами понимаете рост удар но вы тоже можете таким же образом перехватить учет в принципе не меняется если рука напряжена да очень сильно напряжена вот эта штука не всегда свобода вообще если выбивать нож уже не нужно здесь уже тихо здесь перехватил руку локоть выбил там забрал может быть еще что угодно меня зная базовые вот эти вот приемы можно их применить в любой ситуации